приветствую вас на своем канале у микрофона данил добро канал быстро пока в этом видео я расскажу как настроить микрофон пифа nk 658 в обе с студиям оцените сейчас в принципе качество звук то что в прошлом видео мне писали что со звуком какие-то прям серьезные проблемы сейчас я открою демонстрацию экрана то есть просто отключу на графию и вот мы собственно говоря vbs ки сейчас находимся вот у меня стоит вот этот микрофон микрофон можно еще зайти в его свойства и посмотреть что у нас тут и fine 658 вот мне он сейчас сам ползунок на самом микрофоне оставлен на 50 процентов то есть примерно половина сейчас я немножко отойду подальше и повыше у нас отки вот сейчас мне перегруз пошел вот сейчас где на сутки увеличил перегруз уходит так обратно на 50 вернуть что перегруза не было и теперь я также точно также покажу как вам звучит без обработки vbs данный микрофон вот тут он мне без обработки чувствует на сутку включу чтобы вы сравнили по насколько мне хорошо слышно все чтобы было прям максимально и сейчас я обратно вернусь на 50 процентов и покажу настройки какие я сделал чтобы какие я сделал настройки чтобы качество звук было вот таким как сейчас и как видите я специально прямо впритык микрофон не говорю но он сразу замечу он прям направленный то есть нужно вам говорить сам микрофон верхнюю его часть не как того в бок поставить и так далее так будет хуже слышно так теперь заходим фильтры что мы используем нас фильтр шумоподавлением усиление я почему-то отключил видимо но не понадобилось и вот такие вот поставил фильтра вот тут мне низ качество высокая поставил то что процессор мне тут мощный можно и в принципе низко поставить но в этом случае у меня вот такая настройка стоит там когда я уже щелку будут слышны все щелчки по клавиатуре если мы будем использовать низкое качество до подавление шумом здесь вот обязательно должна быть вот такая вот разница в 1 децибел все остальное тут оставляем наш расширители вот какие-то такие настройки ставим не могу точно сказать насколько помощь что-то тут влияет не помню что этот менял компрессор у меня усиление 0 так ограничитель порог срабатывания можно в дупом немножко под регулировать и в конечное усиление двадцатка у меня в данном случае чтобы не было хорошо слышно что еще могу вам сказать по поводу этого микрофона то что я убрал вместо другого микрофона и у данного микрофона самое главное то что он нас конденсаторный а это значит что он меньше ловит всяких шумов в сравнении с моим прошлым микрофоном прям вообще почти шумов не ловит так что особенно после этой настройки также я через него записываю видео на смартфоне то есть подключается он через тайп си что тоже очень удобно и смартфон нормально поддерживает ну правда приходится немножко усиливать звук когда мы я монтирую видео на смартфоне потому что он немного тихого даже если микрофон настроен на соточку то есть тут у нас есть ползунок уставим на соточку тут можно включить отключить подсветочку он тоже мне вот в камеру он немножко не попадает вот он тут виден но совсем чуть-чуть сейчас я отключу микрофон немножко покажу чтобы вы видели что действительно тот микрофон который записываю так все на этом у меня все благодарю за просмотр напишите в комментариях как он сейчас вот моя настройка этого микрофона насколько она хорошая насколько хорошо у меня получилось настроить мне интересно ваше мнение чтобы мне потом есть смысл вообще перенастраивать его еще раз пытаться может я где-то около часа потратил чтобы это все настроить и искал видео подходящие чтобы это ну кайды где это все было нормально написано в итоге вот настроил вот так и меня в принципе вроде бы все устроило насколько у вас все устроит устраивает обязательно пишите встречи в следующих видео